Всем привет ребята, с вами снова Хик, продолжаем быть спидрайдинг ГТА Сан Андрес, в этот раз у нас Сан Фьерро, первая часть, впереди много всего интересного, присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем это грандиозное событие. А также не забудьте поставить лайк и комментарий, написать какой-нибудь, я буду вам очень благодарен за это легкое действие, легкий мув, а следующая серия не заставит себя долго ждать, если вы поставите лайк, вот так вот будем с вами работать взаимно. В общем, не будем тянуть кота за самые интимные места, мы с вами начинаем, с Ан Фьерро, let's go. А, забыл о том, что у нас работает такая тема в комментариях, что если вы знаете как сделать лучше, как сделать быстрее, пишите об этом в комментариях, вы поможете не только мне, но и тем людям, которые решили тоже спидрайдинг ГТА Сан Андрес, буду благодарен. Так, ну что, мы с вами начинаем с Ан Фьерро, всех рад приветствовать, мы начинаем этот замечательный город со своими возможностями там и прочее, прочее, прочее. СиДжей покинул Бэтленд, начинает свою жизнь новую в Сан Фьерро. Первая миссия, да, мой отличный английский, все отлично, все замечательно. Ничем не примитивная миссия, просто ничего здесь совершенно нет, я опять же хочу вам сказать о том, что я ускоряю некоторые моменты. Опять же, с моей ездой, я понял и решил для себя о том, что слишком много езды подобных видеороликов, да и вообще, в принципе, Сан Фьерро, такой город, где, в принципе, мало что происходит в плане гличей, но, опять же, они есть. Гличи, там всякие разные какие-то хитрости, как пройти быстрее миссию, но в основном это вот перемещение. Тут важно запомнить маршрут вообще, как и куда ехать, потому что здесь очень много дорог, очень много всяких разных развилок и выберите не ту, уже потеряете какие-то секунды. И вот, здесь очень важно запомнить именно маршрут. Обращайте внимание, как я еду, обращайте внимание именно на маршруты в основном, потому что сами миссии, ну да, есть какие-то некоторые тонкости, но мы о них поговорим с вами чуть попозже. То, собственно, когда уже и закончим, точнее, когда к ним приступим, к этим миссиям. Вот, первая миссия. Что нужно делать? Просто собирать свою будущую команду, с которой будете развивать свой бизнес. Карл Джонсон покинул ЛС, собирает одного, другого, третьего, десятого. И, опять же, обращайте внимание, что маршрут выбран специально такой, потому что он самый короткий. Самый короткий. Опять же, если вы знаете покороче, пишите об этом в комментариях. Я всегда за, я, наоборот, на улучшение своего спидрана, например, своей практики какой-то, да. Если вы знаток, какой-нибудь профессионал, то я всегда за. Берем Zero, знакомимся с самым последним членом нашей команды и отвозим его спокойно в свой гараж. Собственно, в этом вся первая миссия заключается. То, что ты просто как таксист. Таксист Карл Джонсон. Кто-то приезжает на своих двоих, кто-то приезжает с помощью Карла. Миссия пройдена. Пять-пять-пять-пять-пять-тип. Мы делаем чаевые миссия с Крупье. Ой, Крупье. Какой? Лакей, точно. Лакей. Все время путаю Крупье и Лакей. Я не знаю, почему. Берем автомобиль. Здесь очень важный момент, то, что нам нельзя получать розыск. Совершенно никаким образом. Даже одна звезда может караться фейлом. Так что обращайте внимание на то, что вы не должны врезаться. Вы не должны никого сбивать. Если это видит полиция. И вы заедете за звездочкой в ту самую парковочку. Ну, забегая вперед, да. Нужна тут парковочка. Нужна вообще одежда Лакея. Обращайте внимание на то, что, блин. Нужно будет максимально постараться, чтобы никого не задеть. Ничего не нарушить. Не стрелять. Ничего. Так вот. Паркуем автомобиль возле, напротив, отеля. Который нам нужен. Тут нам повещают о том, что следуйте за парковщиком в подземный гараж. И замочите его убедительно, чтобы вас никто не видел. Опять же. Здесь важно. Видите, сколько здесь прохожих на тротуаре. Я специально здесь произвожу выстрел, когда забегаю в парковку. Для того, чтобы прохожие разбежались. Чтобы они не мешали нашему автомобилю. Который нам нужно убить. Да, вот этого крупье. Вот сейчас он там стоит на светофоре. Я не знаю, что это такое. Но это, видимо, озверевший прохожий. Типа водитель. Которого мы спугнули с помощью пистолета. Так вот. Он приехал через красный свет. Да, такое бывает. Красный свет вообще жопа. Выезжает на парковку. Как только появляется надпись снизу, мы должны его замочить. Спокойненько это делаем. Берем одежду. И продолжаем даже в кат-сцене. Даже если у вас затемнение. Продолжайте все равно бежать. Карл все равно будет двигаться. Это такая кат-сцена. Которая ничем не примитивна. Так вот. Нам нужно убить кого-то присяжного. Но. В этот момент. Он слишком долго едет. Это. Надо подождать минуту, наверное. Минуты две. Полторы даже, скорее всего. Чтобы он приехал. Но мы опять же время зря не теряем. И это та самая первая миссия. Где нам нужно нырять под воду. Это делается для одной миссии. Вузи. Без нее. Без объема легких. Вы не сможете ее начать. То есть. Если будете в ступоре. Так вот. Ныряем под воду. Я опять же ускоряю этот момент. Просто потому что. Ну. Ядрить. Мадрить. Нужно прокачать легкое. До одного тика. То есть. Чем больше вы находитесь под водой. Тем быстрее вы прокачаете объем легких. Я даже здесь трачу хп. Потому что важно просто находиться под водой. То есть. Опять же. Не переборщите. Да. Не сдохните. Контролируйте этот процесс. То что у вас есть дыхалочка. У вас только это хп. Вы должны понять что. Вы не должны переборщить. Вы можете умереть просто. Такое. Блин. Бывало. И не один раз. Вот. Но потом уже с опытом она как-то приходит. И опять же. Дожидаемся одного тика. Не волнуйтесь. То есть миссия не будет провалена. Если вы сделаете все вот именно вот так вот. То есть. Будете за каждый момент цепляться. Вот. Объем легких увеличен. Садимся на Блейд. И едем к отелю. И как ни странно. Этот парень уже здесь. Который нам нужен. Вот. Он прям стоит на машине. Если главное быстренько. Видите. Лакей уже садится. А мы в этот момент хоп. Воруем у него автомобиль. Вот. То есть нужно успеть украсть автомобиль. До того как парковщик ее запаркует. Отвозим в гараж. Разумеется. Для того чтобы напичкать этот автомобиль. Запретными веществами. Так вот. Также выбираем маршрут. Более близкий. Здесь можно. Эту машину таранить. Делать с ней что хотите. Но опять же. Главный. Вообще совет на этой миссии. И вообще указание. Да. Это как блин. Утверждение. Не старайтесь. Вообще копам. Не навредить. Вот. У вас звезда одна будет. Все. Миссия будет сразу же провалена. Потому что они видели вас на этой тачке присяжного. И его. Все обвинения в его сторону. После того как вы завершите эту миссию. Они будут бесполезны считаете. Так вот. В общем звезды. Нежелательно получать. Даже одну. Капец. Что за окном. Ведь трансформеры какие-то. Так вот. Также. Вообще. На самом деле сложная миссия. Потому что здесь. Максимально. Много непредсказуемых. Непредсказуемых каких-то моментов. То что вот полицейские могут заспавниться. Опять же. Блин. Тут лучше. Не узлопотреблять. Этим. Трафиком. Диспамить его. Потому что. Вот например. Вот так же. Таксист. Хоп. Въедет. В бочину. И все. Ты уже никуда не убежишь. Надо будет возвращаться. Тратить время. И т.д. И т.п. Запомнили да. Что на этой миссии нужно делать. Тачку не таранить. Когда вы едете уже обратно. На парковку. Парковать ее. И полицейских. Полицейских не заагрить. Будьте максимально осторожны. Вот то что я сейчас сбил человека. Блин. Извините меня. Это был риск. А если бы рядом был коп. Одна звезда. Миссия провалена. Неприятненько. Но благо у меня все хорошо. Выходим из парковки. Проигрывается та самая длинная катсцена. В принципе. За которую вы сможете сходить в туалет. А то вот так вот. Понимаете. Спидран ведь нужно ранить одним куском. То есть от начала до самого конца. Если вы этого не сделаете. Но это будет не засчитано. Как вы понимаете. Вот. Это та самая долгая катсцена. Где в принципе. У вас есть. Минута. Для того чтобы. Сделать все свои делишки. Минута. Секунд 30 где-то так. В общем это достаточно продолжительно. Обратите внимание. Вот. Ну да. 30 секунд. 35 секунд. Миссия пройдена. Идем с вами дальше. Дестрошикна. Короче блин. Взрыватель. Подрывник. Простыми словами. У меня тут попался байк. Опять же. Блин. В Сан-Фьерро. Гораздо больше шансов. То что появится байк. Нежели в Лос-Антосе. Так что пользуйтесь этим. Фри-вей. Туристические. Вот эти вот всякие. По Си-Джи. И т.д. И ТП. Пользуйтесь. Я всегда говорил. Что байки. Это в приоритете. Сохраняемся. Потому что у нас не было ХП. Если вы сохраняетесь. ХП у вас сейвится. Миссия подрыватель. Нас. Нас игра просит о том. Чтобы мы взяли бульдозер. Чтобы разрушить домики. Но у нас есть базука. С миссией правда еще осталось. Мы просто уничтожаем ее. С помощью. Найс. Меня тут что-то дует. Подбомбило. Я не знаю что. Правда это было. Вот. Просто уничтожаем. И так же этим бульдозером. Это бетонная мешалка. Уничтожаем другие домики. Опять же. Нужно на уголок именно. Хоп. На уголок. Спокойненько уничтожаем. Выходим из машины. И. Уничтожаем последний. С помощью базуки. Забираемся в тачку. У нас остался один бригадир в туалете. Самый главный. Его нужно залить бетоном. Бетонную мешалку ставим. Заранее. Обратите внимание. Ставим заранее. К его будущему склепу. Этого чувака в туалете. Заранее встанем сюда. Потому что именно здесь появится маркер. Берем эксплоузив. Ставим три штуки. На эту часть. Этой коробки. Три штуки. Отходим назад. Чтоб не заделось взрывом. Взрываем ее. И как блин. Майкл Джордан. Попадаем трехочковый. Прям в эту самую дыру. Его будущую клеточку. Его будущую могилку. Заезжаем. Спокойненько выгружаем цементик на него. Да. Это сложно. Да. Вот скорее всего не получится с первого раза. Но поверьте мне. Пару раз попытаетесь. И вы будете уже как орешки щелкать. Три эксплоузива. На одну сторону туалета. И все отлично. Миссия пройдена. Мы с вами продолжаем. Далее. Миссия с фотографиями. Тоже нет ничего запредельного. Блин. Дурацкая погода. Дождь. Ненавижу дождь. Я всегда это говорю. И буду говорить. Потому что видите. Управление байка просто ужасное. Здесь я хотел перепрыгнуть. Но у меня ничего не получилось. А так можно типа через передний руль вылететь. И прям сразу на эту лодочку. Так вот. Миссия с фото. Нет ничего. Здесь сверхъестественно. Разве что мы вот лодку взяли. Для того чтобы просто добраться быстрее до этой точки. Вы сами понимаете. Такой маршрут будет. Если вы будете двигаться на автомобиле. Или на байке. Все равно дольше займет. И здесь важно взять именно лодку. И потом стрейфнуть. Джайпнуть так. Чтобы мы доехали до Цезаря. Только обратите. Блин. Будьте внимательны. Вы можете Цезаря завалить этой самой лодкой. Были такие моменты. Просто спокойненько едем до меточки. Обратите. Блин. Старайтесь крайне осторожно по этим горам передвигаться. Потому что тачка Цезаря это просто полнейший ад. Да и вообще саванна сама по себе. Это полнейший ад. Это прямоугольничек. Который если вдруг перевернется. То будет очень сложно его поставить. На колеса обратно. А если вы здесь перевернете машину. То эта миссия провалена. Так как игра нас просит именно на ней проходить. Фоточки. Заранее знаем. Куда подъедут наши. Звезды так сказать. Просто. Наперед уже выставляем. Объектив камеры. И фотографируем их. Одного за другим. Торино. Джези. У меня не работает мышка. Поэтому я. Двигаю с помощью. Зи. И. 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 З. И. И. Приближаю. Типа эту. А как это. Зум. 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 Конечно. В приоритете всегда байки. Я беру здесь фривей. Но опять же. Обратите внимание. Что вот. Есть. Клакинг бел. То есть. Чикен. Да. Вот этот хрен. Вот здесь все время спавнится на парковочке байк. Вот только что справа там был. Я это показал. Вот. Но. У меня уже и так появился байк. Очень хорошо. Он обычно не появляется. Но. Вот. Всегда знаете. После этой миссии. На той парковочке спавнится Санчес. Санчес. Куда блин. Мобильнее. Куда устойчивее. И. Обращайте внимание на маршрут. Вот здесь тоже маршрут. Очень важен. Потому что вот. Прямая блин. И вы на максимальной скорости гоните к следующей миссии. Следующая миссия кстати у нас кассена всего лишь. А просто есть в плитах. Просто потому что такая сцена. Джизи. Мы тут знакомимся. Ну то чтобы знакомимся. Просто узнаем информацию об этом самом. Сутенере. Получается что так. Да. Окей. Джизи. Лишка сцена. Берем свой припаркованный байк. И едем. Разумеется до миссии Джизи. Миссия Джизи. Ууу. Ну здесь на самом деле интересный момент один будет. Да и вообще в принципе сама миссия сама по себе. Очень интересная. Потому что здесь есть такие моменты. Некоторые спорные. По разному некоторые проходят. Могут некоторые проходить. Так. Тут я сделаю офигенский клевый трюк. Бац. Кто сможет так же пишите в комментариях. Наверное никто не сможет. Потому что это была случайность. Только по случайности получаются такие крутые трюки. Джизи. Садитесь в автомобиль. У нас тут автомобиль дает миссия. Своеобразный. Высадите шлюху в деловом районе. Везем ее до делового района. Раз она так просит игра. Опять же тут никакого ничего не скипа. Никого ничего. Опять же напомню. Что это категория. Но мажор гличес. НМГ. И здесь не выполняются дюпинги. Да. Я решил именно с этой почему-то категории начать. Она дольше. Она сложнее. В плане того, что надо больше миссий проходить. То есть чем больше миссий, тем больше вариантов, что вы свалите. Погодите. Так. Здесь взбиваем заборчик. Едем по этому полю. И здесь важно сбить этого сутенера. Конечно, вы можете тормознуть. Тормознуть и просто убить его с помощью УЗИ. Но мне так повезло, что я могу его избивать. То есть опять же потренируетесь и вы можете его сбивать в принципе. Но опять же, если вы убьете шлюху, так скажем. Джизи. То миссия будет провалена. Потому что она будет мертва. А не надо этого допускать. Убиваем просто сутенеров. И тех, кто избивает этих самых девочек. Шлюх этого самого Джизи. Сбиваем одного. Другого можно сбить еще этим паровозиком, автобусиком. Но у меня не получилось. Поэтому я просто это добиваю с помощью УЗИ. Вот так вот. Может там под каким-то углом сделать так, чтобы этот вагончик перевернулся. Сбил того. И вы просто задавите следующего. Так вот. Ну, Мажор Гличес. Без дюпинга. Эта категория. Пока что просто ее проюзаем. Потому что я в принципе ее раню. Вот. А если вы хотите, пишите в комментариях. Если вы хотите. И они просто. От начала до конца со всеми дюпингами. Я к вам прислушаюсь. И сделаю видео про дюпинг. Собственно. Вот. Отлично. Здесь. Лимузин. Мы его, конечно, перегоняем. Ставим здесь автомобиль наш. Любимый, родной. И здесь важно убить водителя. Но я этого не сделал. У меня не получилось. У меня тут сыр-бор. Благо повезло, что лимузин врезался. У меня есть базука. Я просто в него один раз смочу. Ее. Выстреливаю. Выстреливаю в джип охраны. И миссия пройдена. Собственно. Важный момент. То, что его нужно перегнать. И с базуки завалить. Но опять же. Есть вторая сторона медали. О том, что можно. И просто убить водилу. Он остановится. Некому ехать. И в принципе выстрелить из базуки один раз. Так, чтобы задело обе машины. Ну. У меня не получилось. Но я все равно прошел. Покупаем здесь дом для того, чтобы избавиться от полицейских. После этой миссии вам дается две звезды. Покупаем дом. Сохраняемся для того, чтобы сбить копов. Для чего это делается? Вот для чего я делаю. Для чего покупаю дом. Для того, чтобы коп взбить. Чтобы полицейских у меня не было. Миссия в УЗИ. Первая миссия в УЗИ. Очень хардкорная. Максимально сложная. Так что прежде чем вообще ее выполнять. С первого раза, да? Потренируйтесь. Потому что, честно говоря. В этом ране. В этом трае вообще. Я попробовал сделать с первого раза. То, что я сделал сейчас. Первый автомобиль. В УЗИ у нас слепой. Поэтому ему нужен автомобиль. Для того, чтобы просто пройтись пару километров. Смотрите. Точнее пару километров. А, нифига себе. Тут метр, блин. Тут по метрам все рассчитывается. Сбиваем девчонку. Но это вовсе не обязательно. Так вот. Переезжаем на другую сторону дороги. Типа здание. Типа задней стороны. Вау. Нафига? ХЗ. Отлично. Заранее. Не дожидаясь Джизи. Потому что, типа, держитесь рядом с УЗИ. Да? Ой, точнее. ВУЗИ. Это, блин. Все путают. У Джизи, ВУЗИ. Вот просто заранее знаем, где будет следующая кака сцена. Бежим сюда наперед. Потому что именно игра сюда нас и приведет. Так. Так спавнятся вьетнамцы эти. Якутзо, триады. Мы просто пробегаем их. Рискуем всем своим здоровьем. На этих не обращаем внимания. И главное убить вот этих вот, которые в этих переулках. Я тратил всю свою базуку нафиг. Важно снайпера убить. Потому что именно он дамажит больше всего. У меня не получается. Мне тут чертовски круто везет. Вот я расстреливаю головы вьетнамцам. И бац. Уничтожаю снайпера. Блин, мне тут чертовски повезло. Потому что снайпер отнимает чуть ли не половину хп. Но он промазал. Это опять же везение. Это рандом. Но старайтесь, блин, сначала убить снайпера в приоритете. Другие там могут вас промазать. Вот снайпер, блин. Он через раз стреляет, как говорится. Уничтожаем автомобили. Кто-то говорит, что эта тачка антивзрыв. То есть если рядом с ней взрыв. Короче, ее нельзя взорвать. Но это не так, мне так кажется. Потому что много было таких моментов. Когда эта машина взрывалась у меня. Вот. С помощью УЗИ уничтожаем. Две тачки. Они горят. Первая, вторая, третья. Но опять же, блин, лучше избежать того, чтобы они прям вам вплотную встали. Это не очень круто будет. Пройденная миссия. Next mission run в фали. Здесь тоже нет ничего сверхъестественного. Приезжаем в аэропорт, берем автомобиль. Садимся в него. У нас оказывается засада. Я тут падаю, как придурочный. Опять же, блин, избегайте вообще подобные случаи. Именно во всех падениях. Все падения вот эти вот и заставляют ваш тайм быть красным. Если вы понимаете, о чем я, да? Loose time. Это никому не приятно. Увидеть. Берем автомобиль. Уезжаем. Просто игнорируя эту, что там, перегороду какую-то нам поставили. Нам на все плевать. И мы едем просто ставить ее в гараж. Собственно. Из пункта А в пункт Б. Возьми то, отправь сюда. Типичная миссия в GTA. Я не знаю, как это комментировать. Просто, опять же, выбираем самый такой короткий маршрут. Параллельно сбивая. Ну, опять же. Даже если вы, блин, будете чертовски слоу. Вряд ли достигнется такой пик, что у вас машина взорвется. Потому что у нее слишком много хп. Тибун Мэднес. Тут, кстати, велик шанс. Опять же, Санфьера, да, я говорил, что велик шанс, что у вас попадется байк какой-нибудь. Так и есть. Байков здесь очень много. Они разные. По CG 600. Тем более. Их очень... Здесь, блин, пруд пруди. Но, опять же. Рандом щена. Его может и вообще не появиться. Тибун Мэднес. Миссия очень щепетильная. Доберетесь до попавшего в засаду фургона. Я не буду говорить, как она казуально проходится. Если вы проходили ГТА. И так все знаете. Вы подъезжаете к фургону. Начинает срабатывать такая сцена. Вы гонитесь за байками, у которых этот самый груз. Который они только что оборовали. Но нам пофиг. Мы выпрыгиваем здесь. Берем в руки рифлу. И стоем вот на кончик этой горы. Прицелимся с помощью рифлы в наших оппонентов. Стреляем себе стрелить первому голову. Второму голову. Старайтесь именно в голову стрелять. Потому что если вы не попадете в голову. Заиграет такая сцена. И вы появитесь на этом байке. Понимаете? Главное в голову. Вот именно не прям в саму головишину. В головешку. А именно в окончание головы. То есть в носик стреляете. Еще куда-нибудь. Но только не в саму голову. То есть не в шею прям. Не в голову. Надо прям вот именно в окончание какое-нибудь попасть. В носик например. Я в носик попадаю и все хорошо. И у меня кассена не срабатывает. Здесь также остается один. Он в принципе едет по такому же маршруту. Куда нам надо и возвращать собственно весь этот багаж. Я ускоряю этот момент. Для того чтобы вас не томить этими перемещениями. Спокойно сдаем груз. Изи. Легко. Майк Торино. Next mission. С Тибун Мэднесом мы пытаемся его найти. Но мы следим всем автомобиль. Сразу же с него выходим. Потому что мы в принципе активировали триггер этой миссии. И нам нужно ездить сначала на стройку. Потом еще куда-то. Куда-то в порт. Для того чтобы найти Майка Торино. Но мы заранее знаем. Куда в итоге нас переведет эта миссия. И мы сразу же на байке. Без Тибуна Мэднеса. Вот этого Тибуна. Едем вперед. Почему мы его с собой не взяли. Конечно в идеале можно его с собой взять. Но нахрен это надо. Мы же без. Если бы без него. Вообще без пассажира. Мы можем ускоряться на байке. Именно поэтому я его и не беру. Потому что я могу ускоряться. Я уже знаю заранее. Куда мне нужно ехать. Для того чтобы. Сработал следующий триггер. Да. Этой миссии. Чтобы. Сейчас смотрите. Обратите внимание. То что вот. Нам игра указывает. То что мы забили Тибуна Мэднеса. Но мы приехали в аэропорт. И. О чудо. Появился следующий этап миссии. То есть. Не обязательно. Нам проделывать еще какие-то маршруты. Если мы знаем куда нужно ехать. Так вот. Сигнал. Этот фургончик спавнится. В трех местах. Аэропорт. Вот рядом с этой телевышкой. Или что это такое. Короче. Радиобудка. Слева. Которая была. Ну и. У ангаров. У меня попался вот такой спавн. По сути вообще не важно. Остреливаем всех якутц. Попадаете в голову. Обратите внимание. Сколько у меня хп. Я здесь очень рисковал. Потому что они. Тоже блин. Те еще аимщики. Они могут. Вам навредить дофига. У меня еще сзади появился коп. Но. Ядрить. Смотри. Слава богу. Сработала катсцена. И коп исчезает. Вот. Вы можете так же не рисковать. У вас скорее всего будет совершенно другая ситуация. У вас не будет так мало хп. А я тут. Своего рода. Своего рода рисковал. Реально. Очень много здесь. Таких рисковых моментов. Берем Тибуна. Берем Торино. И едем. Здесь. Очень важный момент. Что. Нас игра просит. Вот. Когда мы возникаем. Вот видите. Три звезды. Да. Нас игра просит перекраситься. Но мы этого делать категорически не будем. Мы просто берем звезду здесь. Под мостом. Это первая звезда. Едем до следующей. У нас было три звезды. Вы помните. Едем к следующей звезды. Которая находится в переулке. Мы игнорируем. Просьбу игры о том. Что нам надо перекраситься. Потому что это займет какое-то время. И т.д. и т.п. Нафиг это надо. Да и вообще любое столкновение с полицейскими. Опять заставит вас перекрашиваться. Мы берем вторую звезду. В переулке. Именно здесь. И просто едем в клуб Джизи. Опять же. Это как с миссией с Каталиной. Помните я брал звездочки. На поле. Там. Ну. В деревенщине. Короче. Я брал звездочки. Здесь то же самое. По сечению какого-то времени. Одна звезда очень быстро пропадает. И. Пропадает именно в те тайминги. Когда мы подъезжаем к клубу Джизи. Это чертовски круто. Это офигенски. То что вам не нужно тратить время на покраску. Вау. Да. Патрис Эйбл. Согласен. Миссия пройдена. Это очень клевый баг. Это очень крутая фишка. Даже не баг. Это просто фишка. Это просто. Облегчение игры. Настолько. Насколько это возможно. Окей. Миссия Лору. Приманка. Лура. Миссия Вузи. Не сказал бы что. Опять же. Она какая-то там. Вау. Торим-порим. Сейчас я вам покажу. Сколько тут кличей. Нет. Эта миссия вообще. Вообще. К этому не относится. Опять же. Маршрут. Что самое главное. В этой миссии подобрать нужно. Подобрать. Ну просто смотрите где я еду. И пытайтесь повторить. Ничего сложного нет. По прямой. Всегда. Маршруты. Они по прямой. В основном. Все это. В приоритете. То есть. Опять же. Зигзагами нет смысла ездить. Я уже миллион раз об этом вам говорил. Так вот. Отличненько. Миссия Лор. Это последняя миссия. Которую мы рассмотрим. В этой первой части. С вами. Едут какие-то. Триадовцы. Они хотят вас убить. Ну вы как приманка. И абсолютно плевать. Опять же. Та миссия из разряда. Хрен знает что должно произойти. Чтобы повреждение. Достигло минимума. Потому что они стреляют. Они не умеют стрелять. У вас повреждение в принципе вообще не кончается. Я не знаю почему. Как вообще разработчики до такого дошли. Чтобы здесь подобные миссии. Ну типа повреждения вообще никаких не получаешь. По факту. Ну ладно. Имеет место быть данная миссия. Это. Последняя миссия. Следующая часть. Выйдет. Буквально через день. Всем спасибо за просмотр. С вами был Хик. Начнем дальше уже с миссии с Outrider. Я вам очень благодарен за поддержку ребята. Всем большое спасибо. Что смотрите. Спасибо что ставите лайки. Ждите следующей части. Я с вами прощаюсь. Говорю вам до свидульки. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова